Песня Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Юлона Стоянова. Здравия тебе, Юлона. Здравствуй, Алексей. На какую тему мы сегодня будем с тобой разговаривать? На тему, как отдавать долги. Потому что я видела, как ты с Михаилом записывал передачу о том, куда уходит наша молитва. Ну, не молитва, а, скорее всего, когда мы контактируем с какими-то сущностями, через какие-то религии, нам все равно придется платить за то, чем мы пользуемся. И, скорее всего, я бы хотела узнать плату. Если платить, то чем? Каким образом можно расплатиться с теми или иными конфессиями, сущностями, при жизни, для того, чтобы этот долг не приносить с собой после смерти в другое измерение? Ну, какая у тебя глубокомысленная тема-то? Ну, дело в том, что мы с Михаилом все-таки говорили не совсем про долги. Долги мы там упоминали. И упоминали долги в отношении эгрегоров, но даже не совсем эгрегоров, а то, что является постэгрегориальной зависимостью, про локи. Вот когда человек попадает в какую-то локу, то в этом случае тогда он там отрабатывает те долги, которые здесь при жизни он на себя взвалил. Вот об этом мы с ним говорили. А ты тут поднимаешь вопрос уже, как сделать так, чтобы в локу не попасть, чтобы там не пришлось долги отдавать. Да. И надо здесь нам с тобой поговорить, а какие долги имеются в виду? Ведь есть долги перед человеком. Ну, например, не выполнен какой-либо долг, ну, материнский долг или отцовский долг. Не выполнен сыновьи или дочерни долг перед своими родственниками, там, папой, мамой, дедушкой, бабушкой. Не выполнен долг перед обществом. Ну, например, пошел воевать, но при этом струсил и сдался, предал все общество и так далее. Или кому-то что-то не додал. Или взял деньги, но при этом не отдал, и тоже человек попадает после этого в локу. Так что долгов существует множество. Какие долги конкретно тебя интересуют? Давай все-таки немножечко заузим тему сегодняшней нашей передачи. Скорее всего, я сейчас упомяну молитвы. В свое время я общалась с ясновидящим, очень хороший молодой человек. Он мне посоветовал для того, чтобы снять какие-то родовые программы, которые имеются, я считаю, по сути, у многих людей, большинства. Необходимо прочитать молитву 40 дней. Молитва, конечно, была несколько христианизирована. Там, конечно, упоминались моменты «Азам есмь», то, что я есмь, во имя того, чем я являюсь. Но в какой-то степени там была молитва посвящена Духу Храни Слярода, также была посвящена Богу, потом Свету. И я как поняла, она была несколько в таком жалобном ключе, не совсем достойном, я бы так сказала. Когда ты себя несколько умоляешь за те поступки, которые не совершал, с другой стороны, за те поступки, которые, в принципе, мог совершить. Также там одна из молитв была молитва Сен-Жеремена. Когда ты призываешь архангелов и их легионы ангелов, например, в Сине-Пламенном Молнии, там про архангела Михаила шла речь. И для того, чтобы этот архангел со своими ангелами тебя защитили, то есть оволокли защитой Сине-Пламенной, а всех сил зла, дурных помыслов также. Также архангелы за такие были, соответственно, молитвы для того, чтобы он убрал внутри тебя, внутри твоего рода, из всех твоих воплощений, то есть из твоей сущности, всех, можно сказать, дисквалифицированной энергии. То есть все, что порождает негатив и разрушение. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, там были такие слова «Я приказываю имя того, что есть, то, что есть, исполнить то-то». А я вот думала, а кто я, чтобы приказывать, а почему я могу им приказывать? Очень много вопросов возникало. И мне интересно, как придется после этого платить? Является ли это долгом? Да, правильный вопрос. Я так понимаю, что из того, что ты сейчас произнесла, что это была некая компиляция молитв из различных совершенно направлений и эгрегоров. Тут тебе и архангелы, и в то же время тут азм есть. То есть человек аз – это человек, который является Богом воплоти на земле, но и много чего еще другого. Плюс ко всему, когда начинается молитва жалобная, подайте Христа ради червончик золотой из этой серии, то это просьба. Но если это просьба, как существам более высоким, которые якобы должны тебя защитить, как в этом случае, в конечном итоге, ты можешь ими повелевать? И вот тут, конечно, шарики за ролики могут зайти. Если ты обращаешься как тварь к тому, чтобы тебя защитили, то в этом случае как потом эта тварь может повелевать теми, кто встал на ее защиту? Здесь я вижу определенные какие-то нестыковки. Откуда они появились? Для чего они появились? Я сейчас разбирать не собираюсь. Я полностью уверен в том, что тот человек, который тебе эту молитву прислал, он нисколько не хотел кого-то защитить, какую-то локу. Вот здесь я сразу отметаю все эти варианты, возможности. Просто бывает так, что мне что-то показалось, я что-то взял, где-то что-то прочитал, что-то додумал, откуда-то что-то пришло. Зло я скомпилировал, вместе сложил и другому выдал. Да, я несу ответственность за то, что я сделал, но есть ли в этом злой умысел? Нет, злого умысла здесь нет. Все было по-чистому, все было по-хорошему, добрые намерения, но, как известно, незнание не освобождает от ответственности. И вот тут я вижу кучу нестыковок. Теперь надо понимать, что если ты с точки зрения какого-то эгрегора, который, например, относится к аврамической религии, то там ангелы и архангелы – это вполне нормальное явление, потому что они в этом эгрегоре существуют. И надо знать все-таки чуток теософию, особенно надо знать основы религоведения вот как раз аврамического, чтобы понять, кто такие ангелы, кому они служат и почему они стали называться ангелами. Если же ты с точки зрения ведической культуры туда отправляешь свои мовы, не мольбы, которые уменьшают человека, умоляют себя, а мовы, то есть обращения, то в этом случае тогда ангелы здесь не подходят и архангелы вообще к этому не подходят. Потому что с точки зрения ведической культуры ангел и архангел – это тот, который перешел на сторону сатанаила, то есть вышел из-под светлого управления, из светлого служения, и отец, под которым находился сатанаил, снял с них свои печати, снял с них свои одежды, то есть отлучил их от себя, и они перешли полностью в управление сатанаила. И вот на этом все строится. А ведическая культура говорит о том, что были не ангелы, потому что «а» – это отрицание вначале, а были леги и ар-леги. Не «а» – леги, а «р» – леги. Как, например, «ар» – это что-то такое уважаемое, например, в данном случае, то есть высший, тот, который более значим не с точки зрения значимости понты, а с точки зрения значим, у которого есть более возможности высокие, более высокого уровня. Поэтому, когда я смотрю на такую смесь, я вижу, что здесь влияние цивилизации. Задача цивилизации была – это смешать всех людей и коней вместе, создать что только угодно, лишь бы только люди не понимали, кто они есть. И чтобы они обращались к тем, кто первый подается под руку, и чтобы побольше делать завязок, в том числе и долгов, чтобы потом попадать в логи, как батарейки, чтобы потом забывать свои родственные связи и быть в таком невежестве. Итак, с точки зрения ведической культуры существуют леги, орлеги, и дальше существуют боги различных уровней, различных возможностей, различных сфер ответственности и так далее. А с точки зрения религий есть те, которые перешли на сторону какого-либо бога, который… Бог в смысле большой, не бог, как сейчас у нас представлено, а большой, имеющий большие возможности, некой сущности, которая отделилась и захотела самостоятельно что-то делать, и они перешли под его юрисдикцию, но при этом от творца, от отца они отделились и сами захотели быть творцами. Причем не только на этой земле, но и на других землях. И если на какой-либо из земель, в частности на нашей, они себя проявляют, то их задача одна – подчинить себе как можно больше людей. Потому что первое, что ими управляет, это желание сравняться с отцом своим, для того, чтобы доказать и ему, и братьям, и сестрам своим, что они настолько же велики и значимы, как отец и как другие, достигшие чего-либо через любовь. Не любовь с точки зрения, как мы уже неоднократно говорили, занятия сексом в постели. Не любовь с точки зрения амурту-жур-бонжур, кровь-морковь. Не любовь с точки зрения занятия собачек под забором чем угодно, какими-то колебательными движениями. Нет. А любовь – вот эта всеобъемлющая сила, которая включает свет и радость, и через что творение происходит. Через что происходит управление силами. Вот это любовь имеется в виду. Так вот, задача тех, кто отошел от отца и решили сами без любви что-то делать, это как можно больше починить себе живых существ, которые бы им кланялись, которые перед ними бы раболевствовали, постоянно к ним обращались за помощью, сказать, ну, видите, к нам обращаются, к вам стали меньше обращаться, к нам больше. Значит, мы значимы, значит, мы существенны. А это называется просто гордыня. Вот все строится не на любви, а все строится на гордыне, а из этого вырастают страхи. А там, где есть страхи, там вырастают, значит, энергетические различные поля силовые, которые включают в себя многих людей, где растут эгрегоры, и через все это происходит управление цивилизацией, народами. Ну, и в конечном итоге вот вам, пожалуйста, локи, пройдите. Здесь вы в страхе жили, здесь вы, как говорят, накормовали. Теперь, пожалуйста, батареечку свою сюда и в этой локе отрабатывайте. Естественно, что они и здесь на Земле получают бонусы, те, кто управляет всем этим. Естественно, и там они тоже получают бонусы с этих батареек. Вот поэтому наша первая задача – разобраться, к кому вы обращаетесь. И в мыслях, и в словах, и подкрепляете это делами. Если ваши помыслы, а я убедился, что большинство людей, живущих в России, говорящих по-русски, они обращаются к тому Богу, которого представляют себе. Не к тому, который есть на самом деле, который здесь кашу заварил, и имя которого называются какие-то там религии. Нет, они обращаются к тому Богу, которого они представляют. Но называют его на тот манер, который им подсказали. Здесь поэтому настолько сильно закрутить гайку не получается. Если бы они и называли имя Бога того, не своего родича, а того, и представляли бы его не своим родичем, а вот именно тем, а большинство же именно как своего родича представляют, вот просто поговорите с людьми из различных религий, они вам расскажут о Боге как своем лучшем, не то чтобы у други, как у родичей. Так вот, если бы они не только обращались, а еще и полностью представляли его, каким он есть, то в этом случае тогда сразу бы они попадали в локу, и вопросов не было. Но этого не происходит, особенно на территории Руси. И поэтому необходимо людей втягивать какие-то еще долговые обязательства. То есть переправлять мысли, из мыслей рождать дела. А чтобы мысли и дела направлялись в нужную сторону, необходимы страхи. Страхи и плюс ко всему хочушки, потому что хочушки и страхов растут. Но вот у меня нет такой машины, как у другого, значит, я буду чмо. Если я чмо, со мной не буду знакомиться, я там не сделаю себе карьеры, бизнеса, я не сделаю того себе 5-10-го. Я буду лол там, я буду лох, я буду кем угодно, лузер и так далее. Это страхи. Страхи, причем, братья внимание, что детские, что взрослые, они совершенно одинаковые. Просто в разные одежонки одеты. Здесь упаковочка такая, здесь упаковочка такая. Тут про игрушки говорят, которые за 3 рубля китайские, а там про игрушки, которые 3 миллиона. Вот и вся разница. Но страхи те же самые. Поэтому сущностям из иных миров необходимо помимо искажения обращения еще и направление мыслей в ту сторону, которая им нужна. И вот для этого цивилизация вся закручена. Поэтому стоит разумный вопрос. А как с этим быть? Что с этим делать? Вот как ты думаешь, а что с этим делать? Как с этим быть? Ты знаешь, я хотела только что сейчас тебе задать подобный вопрос. А кому тогда обращаться? Я понимаю, что в принципе человек сам по себе самодостаточен. Но скажу тебе так. Когда человека растят в определенных традициях, которые не совсем ему близки, по крови, но эти традиции — это устоявшиеся нормы на территории тех или иных государств. Я тебе говорю про религию. Человек привыкает к определенным действиям, к определенным молитвам. И, возможно, в нынешнее время не всем легко перестроиться. Я понимаю, что на Бога надейся, но сам не плашай. Но когда в жизни человека происходят какие-то ситуации, когда человек видит что-то из тонкого мира... Потому что я в детстве очень много слушала страшилок от тети, от дяти, от бабушек, от дедушек. Ну, не моих, но знакомых, которые в гости приходили. И когда у них происходят встречи с подобными существами, которые не самые лицеприятные внешности, к кому обращаться? Они в основном молились. И говорят, когда они молились, тому самому, о котором ты сейчас говорил, и все отступало. А человеку, который сам себя не то что осознал, который хочет, возможно, по-другому сейчас начать свою жизнь, который старается разобраться, кто он такой, не хочет быть у кого-то в долговой яме, к кому ему обращаться? К самому себе? Кому обратиться в экстренной ситуации, когда пришло нечто, что не самые лицеприятные наружности? Человеку страшно. Такое очень часто происходит ночью. Я вот очень много слышала рассказов. Да, вот как быть? Обращаться всегда надо к тому, кто тебя не предаст и кто тебя не будет использовать как батарейку. Это в первую очередь твои родичи. То есть к роду обращаться? Только родич тебя не предаст. Только твой родич тебя не будет использовать. Только твоему родичу ты будешь интересен или интересно, как высшая сущность, ради которой задумана вся эта жизнь, которая для рода делает самое-самое важное. Она усиливает род. Вот только к таким сущностям высшего порядка можно обращаться. Все остальные будут пытаться тебя использовать для того, чтобы стало им хорошо. И они будут использовать это умело. Их опыт многомиллиардный, много миллиардов лет. Они тренировались в разных системах, в разных структурах. Просто так обмануть невозможно. Они настолько поднаторели, что простому человеку даже ста пядей во лбу невозможно с ними справиться, перехитрить их. Они обладают опытом, они обладают хорошими вычислительными возможностями. И их мозг, если они проявлены в физическом теле, заточен на одно – на обман и подчинение. Переиграть их невозможно. Поэтому надо следовать путем, который, на мой взгляд, самый разумный. Подключать такую же структуру, но только свою, которая имеет еще большую продолжительность жизни, продолжительность опыта, и которая подключается еще выше к системе управления, к системе знаний. Вот только когда ты подключаешься выше того уровня, на котором находятся они, то в этом случае все решается. Это примерно то же самое. Вот тебя, как первоклассницу, третьеклассники разводят. Но какие-то глупости. Они уже первый, второй, третий класс прошли, и вот в конце третьего класса у них уже выпускной, а ты только первый заканчиваешь. И они начинают тебе рассказывать всякие глупости, гадости, страшилки, ты боишься всего, и они через страх тебя подчиняют. Не знакомая ситуация? Я думаю, знакомая. Да. Да, и вот через страх они тебя подчиняют. Принеси там, типа, там это, вот то, укради он оттуда, притащи. А если ты это не сделаешь, то тебе будет и страшилка у тебя. Все, страшно. И в том случае, если ты страшна, ты к ним обращай, говоришь, да сделай вот так, вот так, вот так, и нам принеси. Ну, ты идешь там, воруешь, грубо говоря, да, от страха. Или из-за того, чтобы перед ними не показаться трусишкой, они тебя используют. Но в том случае, если ты обращаешься, например, не к третикласснику, а к десятикласснику, да еще брату или сестре своей, то в этом случае тогда они же никогда тебя не будут использовать, так как незнакомые люди, третиклассники, которые над тобой издеваются. Во-первых, десятиклассник и физически мощнее, и ума у него побольше, и он сможет тебе правильно рассказать, а в случае, если они совсем уж и борзеют, он их может к ответу призвать и все на место расставит. А уж если ты обращаешься к директору, например, школы или завучу, или хотя бы преподавателю, там вообще опыт еще больше, а уж если ты обращаешься к папе с мамой, к бабушке с дедушкой, или напрямую куда-то туда, ну что там третиклассники смогут с тобой сделать? Большинство людей, к сожалению, втягиваются вот в эти игрушки. Они пытаются с этими силами бороться, пытаются с ними сражаться. Это тоже какая-то такая, знаешь, самость внутренняя, такая детскость, когда они все время пытаются кому-то доказать, что я сильный, я крутой, я бьюсь за свет и так далее. Надо быть на стороне света. Но при этом зачем же играть-то в рулетку, в эту вот русскую рулетку, то есть с одним патроном щелкать у тебя виска только потому, что ты пытаешь доказать, что ты не трус. Это не трус, это дурость называется. Надо показывать свое геройство там, где оно требуется, а не там, где от тебя дурости хотят и там, где ты на поводу. Их идешь, эту дурость проявляешь и себя же уничтожаешь. Вот из этой же серии. Поэтому обращаться надо непосредственно туда, где находятся твои родичи, потому что не будет обмана, не будет кидалова. Обращаться туда, где опыт намного больше. Значит, это опять же родичи, потому что твой род с точки зрения вот этих сущностей, он бесконечен. Он настолько велик, что даже представить их на том объеме твоих родичей невозможно. Даже не грязное пятно. Если увидеть наши рода, этого пятнышка даже не будет заметно. Настолько оно мелко по сравнению с нашим прошлым. Вот туда надо обращаться. Алексей, скажи, пожалуйста, вот по поводу магии я хотела тебя спросить. Вот считается, что магия от слова могущество это якобы намагничение энергии пространства, которое находится вокруг тебя. И говорят, что как черные магии, так и белые магии. Они руководствуются, по сути, одними и теми же инструментами, но по своему усмотрению посылают их или в добро, или в зло. То есть или в черное, или в белое. То есть это или в серое, как говорят. Это якобы хождение по лезвию ножа, как я понимаю. Как вообще с магией обстоять? По сути, это тоже люди берут в долг или в принципе им приходится давать долги при жизни, утягивая человека своими какими-то сеансами, приемами, ведя какие-то встречи, процедуры. Вот объясни, пожалуйста. Это очень интригующая тема, я считаю. Кто такой маг? Маг на самом деле это тот, который может делать что-то такое, что многие другие люди по каким-то причинам делать пока не могут, или уже не могут, или просто не хотят. Это натренированный человек, как говорят, нет крутых, есть тренированный. Вот как раз из этой же серии, который может управлять каким-либо инструментарием, на который он заточил свои какие-то определенные качества, или кто-то ему помог заточить, и наработал какие-то возможности, какие-то умения и знания. К примеру, вот есть большой топор, который воткнут в какое-то бревно, и маленький ребенок подходит, ну на этом топоре повисел, попытался его выдернуть, не получается. Подходит человек, который так физически подготовлен, который знает, как с топором управляться, одним пальчиком надавил, топор оттуда из бревна вывалился, подхватил его, прокрутил, и разрубил это бревно. Но этот человек, который лесоруб, он занимается тем, что он бревна рубит, и получается, к примеру, дрова. Но ведь есть еще и палач, который таким же топором отсекает головы. Лесоруб бревнышко разрубил, а этот палач подошел, например, или какой-нибудь там маньяк, и рубанул голову тому мальчику или девочке, которые пытались на этом топорике повисеть что-то сделать. Топор при этом ни черный, ни белый. Он просто топор. Но и тот, и другой, это те, кто умеют управлять. Один с точки зрения рубки дров для того, чтобы было топливо, а другой с точки зрения или как маньяк-убийца, или как исполнитель чьей-то воли, которому все равно, чью голову рубить, лишь бы деньги платили. Поэтому маги – это те, которые могут управлять какой-либо силой. Темные, светлые, идиоты или кто-то еще – это другой разговор. Как противостоять? Поскольку мы понимаем, что в первую очередь маги – это те, которые работают все-таки не с топорами, а работают с какими-либо силовыми полями, когда могут ими управлять, когда могут их на что-то направлять, концентрироваться, взаимодействовать и так далее, то в этом случае первое, что напрашивается – а через что они работают? Ответ простой. Они работают через мысль. Это люди, которые могут создать некий образ мыслью, могут создать некий путь проявления этого образа из пункта А в пункт Б. Вышел человек, ему нужно пройти вот в такие отрезки, на этом пути он должен зайти вот сюда, вот сюда, вот сюда, взять это, сделать это, отдать это и так далее. То есть у него есть инструкция. Выходит из дома, идет на работу. Он должен прийти на остановку, сесть в такой-то автобус, таким-то номером и так далее. То есть вот полностью инструкция. Он это осознает, он весь маршрут держит в голове, и у него все получается, он попадает на работу. Тот же, который не умеет сконцентрироваться, осмыслить, он или из дома не выйдет, или выйдет, как тот самый рассеянный с улицы бассейной, не так одевшись, или сядет не в тот транспорт, или выйдет не на той остановке, а может быть там еще с кем-то подерется, или кто-то там его заговорит и так далее, и тому подобное. То есть маг это тот, который может составить образ от пункта А до пункта Б, видит все промежуточные точки, понимает, что необходимо в этих промежуточных точках сделать, как необходимо с ними произзаимодействовать, и самое главное, он нисколько не отвлекается на любом участке своего пути. Вот это маг. Только мы теперь убираем остановки, работают дом, а мы оставляем пространство, мы оставляем силовые поля. Вот то же самое он может мыслью делать силовыми полями. Кто-то применяет какие-то предметы, кто-то применяет какие-то амулеты, обереги или что-то еще. Ну вот Гарри Поттер палочку условно там применял, да, в кавычках. У кого-то есть камешек какой-то и так далее. Это уже частности, но все равно сначала мысль. Так вот, противостоять, а лучше всего не противостоять, лучше всего просто не допускать на основаниях любви можно тогда, когда на тебя эти силы не действуют, когда только они доходят до тебя, до твоего пространства, они сразу рассыпаются. Рассыпаться не могут в том случае, если идет или поглощение, или отталкивание. Ну, есть там, правда, еще вариант, как-то насквозь проходит, становишься невидимым, да? Ну, мы сейчас смотрим отталкивание или поглощение. Так вот, и поглощение, и отталкивание может делать только одно, когда ты вибрируешь на иных энергиях, нежели чем те, кто является, например, черными или серыми магами. И энергия – это только одна, сила только одна – любовь. Любовь в данном случае подразумевает светлые качества, которые есть в представлении. То есть, быть уверенным в этой жизни, воспринимать эту жизнь, какая она есть, вот эта любовь. Не желать никому зла, а желать только радости, света, здравомыслия. Если человека будет здравомыслием, он никогда не кинется на тебя, потому что он на то и здрава мысль, потому что он понимает, что это не очень хорошо, что через это он нанесет ущерб себе самому, и ему будет просто невыгодно так себя проявлять. Желать радости, добра и достатка, потому что, когда у него есть достаток, незачем мутье в твой дом, у тебя что-то отнимать. То есть, когда здравомыслие, достаток и радость сливаются вместе, в этом случае все хорошо. То есть, не давать тех петелек, за которые кто-то сможет зацепиться. Если ты идешь в то общество, где есть дворы, то в этом случае тогда позаботься о том, чтобы не мелькать своим кошельком. Если ты такая красивая и счастливая, идешь в общество, где живут больные проказой, то в этом случае одень что-то на лицо, чтобы не разражать их своей красотой. То есть, не надо никого заставлять на себя дергаться, прыгать. Не надо никому показывать свое превосходство. Не надо давать поводы для того, чтобы на тебя накинулись. Или ограбить, или изнасиловать, или что-то еще. То есть, здравомыслие, спокойствие, любовь, осознанность. Когда в тебе это все это есть, и ты это не просто так, ой, сейчас я это включу, а когда ты в этом находишься постоянно, ни одна сущность, ни один злой маг, ни один чернушник к тебе не прицепится. Ты для них просто становишься совершенно неинтересно. Если кто-то пытается дергаться тебя, то в том случае, в нахождении в родовом потоке, в родовой нити, в взаимодействии с родом, это самый сильнейший оберег. Потявкать тебя не могут. Но дальше, за каждый свой тявк, они будут получать очень серьезную порцию ответной реакции. Это из той серии Ксерекса, куда ты кладешь, например, один листочек формата А4, нажимаешь на кнопочку, а тебе в ответ вылезает там 10 листочков, да еще формата Ватмана, например, а не А4. Если ты туда положил что-то такое несъясное, плохо пахнущее, то в этом случае у тебя призовая игра в десятикратном количестве увеличивается, и обратно тебя же вылетает. То есть к тебе не может это прилепиться, а надо же куда-то деть. Кто-то же это заказал. И если у тебя нет желания это принять, если ты вибрируешь на таких вибрациях, которые просто не улавливают это, то вернется к тому, кто это делает. Спокойствие, любовь, здравомыслие, радость внутренняя, постоянно стоять. Надо себя настраивать на это. Не просто, как чумелые есть какие-то больные или у меня все хорошо, у меня все хорошо, у меня все хорошо. Нет, этой мантры недостаточно. Мантра хорошо здесь может не сработать. Здесь необходимо ощущение, чувство и присутствие. Присутствие вроде понимания, для чего ты в этой жизни существуешь, для чего ты в эту жизнь пришел, что ты в этой жизни делаешь. Вот, что необходимо для того, чтобы быть светлым, для того, чтобы никто к тебе из гадостей не прицепился. Хорошо так говоришь. Алексей, в такой момент скажи, в начале нашей с тобой беседы звучал такой вопрос, а как отдавать долги? И есть ли, например, если у человека очень много долгов в этой жизни, но он понял, что надо с этим завязывать, есть какие способы возвращения долга? Если он очень много просил, ему очень много давалось, и пришло время платить, чтобы не платить потом более дорогой ссылал. Как? Какая есть валюта? Скорее всего, большинству из людей, которые набрали долгов, придется все-таки эти долги отдать там. Придется. К этому будьте готовы. Но есть радостная новость, что если вы это осознали, то тогда вы отдадите только то, что взяли, без процентов. Вам придется, скорее всего, побыть батареечкой, но недолго. И, скорее всего, батареечкой вам придется побыть не в локе какой-то, а в какой-либо сауне или баньке, которая является подразделением пекельного мира для того, чтобы смыть с себя эту всю грязь. То есть вы перейдете под управление своих родовых взаимосвязей и у себя в родовой банничке отмоетесь. Ту энергию, которая налипла, вы отдадите, какое-то время там побултыхаетесь, попаритесь и вернетесь. А вот если вы не задумываетесь, то тогда вас передадут туда, куда вы стремились. Ту самую локу, где вы будете уже батарейкой, и как это описывается, например, там в каких-то кругах ада. Ну, вы же к этому стремились, вы же в этом эгрегоре находились, а ведь есть свобода воли. Свободу воли никто не отменял. Вы об этом мыслили, будьте любезны, что вы мыслили, туда и попадите. Один из вариантов расшифровки слова лока как раз и означает попадание в мир иллюзий, которые вы сами себе при жизни создали. Я сейчас не беру какие-то там другие локи, потому что есть много вариантов локи трех, лока из трех, уровней из семи и так далее, и в разных традициях по-разному там описывается, подземная, земная, межземная, межнебесная и так далее. Я сейчас это не беру. Я просто говорю один из вариантов. Вот о чем вы думали, туда попадете. Ты как раз читаешь мои мысли, я об этом хотела спросить. Я просто знаю, что есть люди, ну, соответственно, религия определенная, которая также относится к христианству, но они очень светлые, чистые люди. У них нет плохих помыслов, побуждений, они, как правило, излучают очень хорошие стороны, положительное качество в своих. Но ты знаешь, за счет того, что они просто где-то в чем-то заблуждались или отошли от своего рода, это, скорее всего, дань тому, что в принципе человечество забыло, кто они. Потому что по всему миру национальность, они ее упразднили даже в паспортах. То есть люди постепенно начинают стирать свои какие-то традиции, понимание принадлежности к какому-то определенному роду. Вот если человек при жизни, он был христианином, очень хорошим, честным, порядочным, не думал о том, что все вокруг страшно, исключительно жил в своих каких-то волшебных элизиях. Что с ним будет после смерти? Я не думаю, что он будет в аду, потому что его сознание было всегда на высоких частотах. Куда такие люди попадают? Для того, чтобы понять, куда такие люди попадают, достаточно прочитать апокалипсис. Вот внимательно прочтите апокалипсис. Там написано, что есть избранные из 12 колен Дома Израилева, которые должны быть мужчинами, которые должны быть девственниками и которые должны быть безгрешны. Вот они попадут на тот самый космический корабль, который за ними прилетит. Там просто больше нет места, нежели чем указано. Вот эти люди из 12 колен Дома Израиля туда попадут. Все остальные их уже не интересуют. Все остальные, там написано, что с ними будет, поэтому что я буду пересказывать-то? Прочитайте, это будет понятно. Поэтому на космический корабль светлое будущее, но хотя я не знаю, насколько там будет светлое, в каком качестве они туда будут приняты, это я не знаю, поэтому ничего говорить об этом не хочу. Но попадут только определенное небольшое количество девственников, мужчин, праведников из колен Израиля. Все, это вот в апокалипсисе все прописано, да и в других тоже прописано в христианских писаниях, поэтому здесь надо просто изучить литературу. Я к этому касаться не хочу. А вот что касаемо тех, которые к 12 коленам Дома Израиля не принадлежат, и для которых в ход ли он в случае закрыт, они все равно попадут в локу, потому что так или иначе, ну мысль это была, они же туда тянулись, они же в это верили, а поверит Товоей и дано тебе будет. Это не христианское заречение, это вселенское вообще-то, которое существует давным-давно. Вот мысль есть все, что ты мыслишь, то с тобой и происходит. Куда мысль направляешь, туда твоя энергия идет. В конечном итоге ты попадаешь туда, куда направляешься, но само собой лока, она может проявляться как нечто адовое, где там все бурлит и кипит, а может проявляться как нечто мягкое, но где придется какое-то время побыть. То есть тот же ад, но только тихий. Вот грубо говоря, сейчас, простите меня, грубое сравнение, но оно, мне часто говорят, что ты образы умеешь подбирать, которые понятно, знаете, вот есть, к примеру, психбольница. Это я сейчас не про христиан говорю, ни в коем случае, не про религии, я просто говорю, есть психбольница. Там есть несколько отделений, мужской и женской, само собой, но там есть еще отделения по различным направлениям. К примеру, вот сюда попадают буйные, это там первое отделение, а вот тут находятся те, которые уже на излечении, а вот тут уже находятся те, которые прошли излечение, у них там происходит какой-то такой отстойник, где им надо побыть еще какое-то время, или там проходят проверки, люди, какие-то справки там получают, то есть не сажать же к тем, которые буйные, их сажают сразу в третьем или во второй отделении, если там, я не знаю, какие больницы сейчас существуют, там может быть пять отделений, может всего одно, не знаю, может быть два, но, как правило, там есть хотя бы разделение тех, которые вот такие вот, там сумасшедшие, и те, которые не совсем, которые вот просто за справкой пришли. Так вот, ЛОКО подразумевает то, что есть там как раз для буйных, где будут постоянные замыкания в этой батарейке, и она будет все время искры пускать, и ей будет очень-очень плохо, пока она не разрядится. А есть мягкое подключение, она питает какой-то прибор, то есть ЛОКО это не обязательно, что там что-то такое, как в аду. ЛОКО может представляться сверлом таким чем-то, довольно приятным, где вот расходуется энергия, мягко, плавно. Казалось бы, ничего страшного нет. Да, кому-то ничего страшного и от этого и не будет. Но проблема в том, что человек, вернее, то, что было в человеке, я сейчас не употребляю слово душа, дух специально, то, что является той самой высшей сущностью, божественной, она настроена на то, чтобы постоянно самосовершенствоваться, чтобы проходить рост. И любая задержка где-либо на несколько, ну, условно, миллионов лет или тысяч лет, она влияет на то, какого уровня вы достигнете. Ну, какие-то так, можно в виде игры. Кто вперед прибежит, кто быстрее сделает, тот и молодец. Так вот, те, кто попадают в локи, неважно, в нижнюю часть, где все клокочет, или в верхнюю, где все светленько и красиво, в виде батареек, они задерживают свое развитие, они задерживают свое становление, свой рост. Мало того, им придется вернуться в аналогичные условия для того, чтобы опять заново пройти тот путь, который они по каким-то причинам не прошли. То есть задержка и там, где они отдали это все, что здесь взяли в долг, и задержка опять здесь, на жизнь, чтобы они опять что-то попытались здесь пройти. Так что локи, с одной стороны, они безобидные, казалось бы, потому что у бога годов много, да? Но с другой стороны, если вы серьезно участвуете в этой игре, и вы представитель рода, то в этом случае вы задерживаете развитие всего рода. Прошу прощения, родственники не только помогают, родственники еще и спросить могут. После того, как вы вывалитесь из этой игры, наигравшись в локи, наигравшись в игре, игры в религии, и вернете к своим родичам, например, там с десятого захода, они спросят, дорогой мой или дорогая моя, ну вот мы тебя, например, там много тысяч лет назад посылали туда, чтобы ты в род принес или принесла вот что нам необходимо. Вот те качества, которых нам не хватает, здесь у нас. Не ты, грубо говоря, там три тысячи лет, туда-сюда, какое-что в проруби. Моталось, моталось, мы тут постоянно тебя вытаскивали, всяких переделок, мы там постоянно с тобой беседовали, когда ты к нам попадал, чтобы тебя вернуть, наставление давали. Мы здесь создавали условия на земле, чтобы тут было все хорошо. Ты же упорно шел туда, куда тебе не надо. Вопрос, что хорошего получили родичи, что хорошего получите вы и чем все это закончится. Но это же не очень приятно. Поэтому, опять, каждый получает то, что он должен получить, но с прицелом того, что он что-то несет в свой род. Вот вопрос, что вы принесете в свой род. Надо ориентироваться только на одно всегда. Что вы принесете в свой род? И поэтому, когда вы будете задумываться о том, а где вы здесь на земле, что делаете, вы, наверное, включите вот эту память и скажете, пожалуй, вот с этим направлением я буду поосторожней. Мало того, если я уже в нем побывал, я что-то возьму, переосмыслю, потому что ведь этот опыт тоже важен. Ведь кому-то надо было побыть и в этой религии, и атеистом побыть, и повоевать, может быть, или еще что-то. И это все опыт. И если он есть, значит, он важен. Так вот, надо вовремя взять, вовремя остановиться и двигаться дальше, а не быть, как бревно на болоте, ждать, когда утонешь. Теперь, можно ли расквитаться здесь, чтобы долги отдать? Да, можно. Но только отдача долгов должна быть искренняя, честная. И отдавать надо, не сожалея. Вот это первый принцип. Потому что многие бывают так, ой, я, конечно, хочу отдать, ну что, мне дырявый носок отдать? Что мне там, соплевый платочек отдать? Ну, это мне не жалко. Прошу прощения, а вы брали дырявый носок, что ли? Нет, вы брали целый носок. Вы брали деньги, чтобы приобрести нормальные носки. И платочки чистые должны быть, постиранные. Или, может быть, вы там хотите какую-то плохую пищу выбросить на помойку, но давайте-ка я плохой пищей отдам. Не идет. Такой вариант не проходит. Отдавать надо тем, что для вас дорого. иначе вот там придется отдавать другим уже без вашего спроса. С вас просто будут это брать. Отдавать надо честно, соизмеримо и то, что вам дорого. Потому что вы брали долги тем, что было дорого для кого-то. Для коммерсанта это было дорогое, он вам дал. Для банкира это тоже дорогое, деньги. Он вообще деньгами работает, и он вам выдавался тем, чтобы получить больше взамен. неужели вы думаете, что банкир возьмет с вас какими-то там драными носками? Нет. То же самое с родственниками. Долги надо давать сразу, при жизни, а не набирать их, чтобы потом, когда человек уже умер, пытаться уже там, когда вы тоже туда вернетесь, что-то отдавать. Не надо до этого доводить. Отдавать надо здесь. Поэтому лучше здесь раздеться полностью и отдать. И с чистой совестью начинать заново без долгов что-то нарабатывать. Уверяю вас, многие говорят, ну вот сейчас Алексей нам предложит там какую-то секту пойти, что-то там себя снять, квартиры переписать. Ни в коем случае. Нет. Это я не предлагаю. Я предлагаю вразумиться, осознать, понять, что если вы отдаете чужие долги, род приходит к вам на помощь. И род вам дает то, что многократно, несоизмеримо больше, ценно, чем вы брали здесь. Вот это очень важно. То есть отдать надо, значит отдавайте. Не цепляйтесь за мусор, который там после ухода отсюда будет просто ничто, за которое почему-то вот за это ничто придется там платить. Ксения, сразу возникла мысль, если ты хочешь отойти от христианства, на РПЦ нужно машину переписать или как? Да нет. РПЦ вам машину не давала. Я же говорю, надо отдавать соразмерно и отдавать без сожаления. А не так, я тебе, конечно, отдам, но ты гад. Вот этого нельзя делать. А как, например, с духовными? Понятно, если тебе что-то дали на материальном уровне, а как отдать духовные долги? Объясни вот этот момент. Чем отдавать? Ну, тебе же давали духовные, значит, духовные надо отдавать. Но тебя же пригрели когда-то, тебе же дали какую-то надежду. Ну, неужели ты такой неблагодарный свин, чтобы за то, что тебе дали надежду, какую-то гадость сделать? Ведь смотри, большинство людей приходит к Богу от того, что что-то у них в жизни не складывается. Большинство людей идут в какую-то религию, потому что у них плохо. И религии многие, в том числе и христианство, принимают с распростертыми объятия таких людей. И причем большинство священников принимают не потому, что они рвачи, не потому, что их хотят подоить. Ведь многие священники порядочные люди. Обрати внимание, чем дальше от центра священник, хотя и в центре много есть, тем он более чувствительный к человеку, тем он более добрый. Но если вас человек принял вашу трудную минуту, вас поддержал, если он вас удержал от какой-то там наркозависимости, от какого-то преступления, почему вы должны ему гадостью платить? Ну, почему? Ну, где это видно, чтобы человек, который вам подарил надежду, который удержал вас от какого-то страшного преступления, взамен бы получил какую-то дрянь и гадость. Но это же не честно. Нужно подойти к этому священнику, который вас удержал, поклониться ему до земли, сказать, дорогой ты мой человек, я тебе так благодарен за то, что ты меня удержал, за то, что ты не дал мне свалиться вот туда. Я был рядом с тобой, я увидел, насколько ты добр, щедр, настолько ты красив душой. Я благодарен тебе за урок. Если тебе нужна какая-то моя помощь, скажи, я тебе сделаю что-то. Я помогу тебе там, ну, может быть, отремонтировать что-то. Может быть, там гвоздь где-то забить, поддержать, если нет умения. Может быть, там даже послужить какое-то время. Но ты отдаешь это и идешь дальше. И никто не вправе тебя удержать. Никто не вправе сказать, нет, ты теперь вечный мой раб. Да это нормальный человек и не скажет. Любой светлый батюшка, он всегда скажет, иди с миром. Ты окреп душою. У тебя сильный дух. Ты встал на путь истинный. Если ты считаешь, что тебе надо идти дальше, иди. Вот это настоящий священник. И никогда он гады сделать не будет. Поэтому, если человек тебе сделал добро, заплати ему, отдай ему добром. Сделай так, чтобы у него душа порадовалась за тебя, чтобы ты помог ему что-то сделать. Но при этом никто тебя не имеет права не волить. Если ты чувствуешь, что на этом твой урок в данном училище, в данном классе закончился, ты имеешь право идти дальше. Ты взял все самое лучшее. Урок получен. Все, иди дальше. Вот что такое отдача долгов по-светлому, по-доброму. Нельзя воевать с теми, кто тебе руку протянул в самый трудный момент. Надо его помнить, благодарить, быть его лучшим другом до конца своих дней. Но это не говорит о том, что ты должен там быть рабом, который до конца своих дней будет гнуть спину и будет проклинать то, что вот он попал туда, теперь он раб. На этом благости не сделаешь. Но отдать долги душевные, духовные и выйти с любовью оттуда, с благодарностью, если это необходимо, вот это нужно сделать. Надо понимать, что исходя из разных варн и из разных так называемых кармических завязок, есть люди, которые здесь обязаны находиться в каком-либо религиозном течении до конца своих дней. Такое есть. И религии поэтому здесь существуют. Если религии не подходят, вот сумасшедший дом туда, пожалуйста, там тоже тебя поддержат какое-то время. Если сумасшедший дом не подходит, то в какую-то банду, чтобы там ты был как шестерка или там на побегушках или что-то исполнял. Нет? Ну иди еще куда-нибудь. Вариантов обучения и удержания на земле огромное количество. Но это говорит о том, что это только уроки, которые надо пройти. И урок, самый главный, на любовь и осознанность. Если ты это осознал и понял, вот только тогда ты можешь идти дальше. Но отдать долги ты обязан. Обязан. Иначе тебе придется там быть батарейкой и в той локе, которая к роду отношения не имеет. Получается, если не было прямого контакта со священником, а был контакт с той сущностью, которая возглавляет, можно так сказать, христианское течение, можно обратиться к нему с молитвой. С молитвой, с благодарностью за то, что действительно он в каких-то моментах тебя не то, что оберегал, был рядом, когда ты к нему обращался, наверное, поблагодарить и в какой-то степени разойтись. Я правильно тебя поняла? Да, ты понимаешь, все правильно. Только как правило сущности, они находятся, если про религиозные ты говоришь, они не просто напрямую с человеком общаются, они общаются или через эгрегор, или через какое-то лицо, которое полномоченно с тобой общаться. Поэтому, когда ты разговариваешь с представителем религии какой-то, то в этом случае ты будешь общаться с представителем этой сущности или с сущностью самой. Но мне не хочется в механику сейчас сваливаться, это механика. Мне хочется все-таки вернуться к человеческому и к божественному. Если вам помог человек, конкретный, неважно, под управлением он сущности, не под управлением, вы ему обязаны, вы должны его поблагодарить. Но вы же не свинья в конце концов, вы же человек. Так соответствуйте человеку, подойдите, поблагодарите ему, спросите, что ему нужно, что необходимо сделать. Вы должны отдать долги, как и физические, как и моральные, духовные, душевные, все долги должны отдать. А там уже сущность получит надо. Но естественно, что это должно быть осознанно, а не так, что все, теперь я крутой, теперь я гордый и улечу, куда хочу. Да не пойдет. Поэтому общайтесь на том уровне, который вам доступен. Но сначала осознанность. Меня часто спрашивают, почему ты не выступаешь против религии? Да потому я не выступаю, что религии сейчас необходимы. И тот, кому необходимы эти религии, в этих религиях находятся, кто уже перерос эти религии, он из них выходит. Кто-то бывает наоборот, сваливается еще ниже религий. Такое тоже сейчас встречается и постоянно. Уж лучше, на мой взгляд, пускай в какой-то религии какое-то время побудет, нежели чем сбросится вообще какой-то там самый-самый низ. Это как удержание, что ли, от каких-то там проблем, которые он же себе может создать в дальнейшем. То есть не нагрешит хотя бы. Это уже хорошо. Но если ему помогает удержаться от наркоты, от какой-то гадости и глупости, от насилия, от там еще чего-то, ну уж пускай в религии лучший человек будет. Нежели чем просто выйти на улицу и возомнить себя великим и ужасным и начнет направо-налево что-либо городить такое, что потом просто в локе не отсидишься. Поэтому всегда общайтесь с тем уровнем, который вам доступен. Еще раз. Чистые помыслы, любовь, осознанность, понимание. Это то, что вас может удержать от многих и многих проблем, в том числе и взаимодействие с различными сущностями. Давай тогда мы с тобой подытожим то, о чем мы говорили. Давай, подытоживай. Получается так. Значит, нужно отдавать долги при жизни добрыми делами, искренностью своей, можно сказать, человечностью, скорее всего, своей. По поводу сущностей. Ты знаешь, у меня возникали вопросы, когда ты говорила про род, есть ли техники медитации, возможно, чтобы выйти в род. В принципе, ты объяснил, что состояние гармонии и понимание того, что ты есть, ты один, но и в единстве ты множествен за счет своего рода. Возможно, через это состояние можно выйти на эти высокие пики, о которых мы с тобой говорили. Вот. Ты знаешь, мне, наверное, было бы интересно тоже поговорить по поводу апостасей, которые есть в нашем славянском пантеоне богов. С ним, все честно, я мало знакома по той причине, что каждый сказитель эту информацию преподносит по-своему. И я поняла, что какого-то конкретного единого мнения по этому поводу я не встречала. Вот все огородят что-то свое, говорят, нужно обращаться таким или другим образом, и, все честно, можно в этих способах потеряться. Если ты немного нам в окончании разговора подытожишь, расскажешь, к этим богам можно напрямую обращаться или все-таки снова через свой род. Давай так, значит, у нас уже будет передача заканчиваться, поэтому сейчас мы эту тему не будем затрагивать, а поверхностно я тебе отвечу так. Род – это твои родичи. Вот как ты общаешься со своими родичами? С папой, с мамой, с бабушкой, с дедушкой точно так же и общаешься со своим родом. Никакой разницы нет, только одно несущественное такое отличие. Когда ты говоришь с живыми людьми, в явном мире, ты, как правило, говоришь при помощи своего голоса. А когда ты общаешься с родом, то такой необходимости может уже и не быть. но отношения, обращения точно такое же, как и к своим родичам из явного мира. Все, что ты мыслишь, там сразу проявлено. Все, что ты хочешь подумать, там уже известно. Все, что ты говоришь или уже в мыслях проявляешь, это давным-давно там уже образовалось. И все результаты дел там видны. Поэтому, что ты здесь сделаешь, там уже есть. Все, что ты пытаешься мыслить, там уже существует. Все, что ты только собираешься начать одумывать, там уже понятно, как это будет происходить. Поэтому не надо каких-то сверх хитрых приспособлений для того, чтобы разговаривать со своими родичами. Достаточно просто быть светлым магом, понимать, к кому ты обращаешься, что ты хочешь донести, и не сбиваться с мысли, когда ты это делаешь. Вот и все. Никаких сложностей здесь нет. Алексей, я тебя благодарю от всей души. Ты открыл завесу тайн, которая в какой-то степени окутывала некоторые вопросы. На этом будем с тобой прощаться? Да, хорошо. Благодарю тебе за то, что ты подняла этот вопрос. Я думаю, что нашим радиослушателям и зрителям это будет интересно. Если у вас появятся какие-то вопросы, уточняющие к Юлоне, то задавайте. Юлон их будет поднимать, рассматривать, и на основе этих вопросов мы будем создавать новые передачи. С вами была Народная Славянская Радио, Юлон Стоянов, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Штурмовать далекое море посылала нас страна. Продолжение следует...